Сабантуя для татар самый народный, долгожданный праздник. На русский его название можно перевести как праздник плуга. Все дружно отмечают окончание весенних болевых работ и желают богатого урожая. История Сабантуя уходит в глубину веков, хотя и сегодня традиции соблюдают. Сабантуя это еще и праздник спорта. Здесь всевозможные соревнования в силовых дисциплинах. Гиревой спорт, битва подушками, кульминация спортивной части, состязание настоящих батыров в национальной борьбе на поясах Кареш. Помимо денежного приза победителю как в старину ударят и барана. На Самарский Сабантуй приехали титулованные борцы из Татарстана. На Сабантуй уже в таком веке она приходит, борется по этой борьбе. И мы сейчас уж продолжаем это. Мне кажется, уж каждый мужчина должен уметь бороться по национальности. Из национального праздника Сабантуй уже стал общегородским. Порядка 30 тысяч самарцев приходят в парк Гагарина на веселые гуляния. В Самарском регионе живут порядка 130 тысяч татар. И большинство в городах сохранять традиции язык становится все сложнее. Именно такие события помогают не забыть о корнях. Кроме того, Сабантуй становится еще и праздником дружбы для всех народов Самары. Очень хорошо, что у нас население поддерживает проведение таких мероприятий, потому что это возможность познакомиться с обычаями, традициями и культурой великого татарского народа. Их отличает сплоченность, единение, культурные ценности, семейные ценности и большой исторический путь развития. Мы должны знать друг друга лучше, для того, чтобы двигаться вперед более стремительными шагами. В Поволжье, в Самарской области, веками разные народы живут вместе, живут дружно, ходят друг к другу на праздники, понимают и поддерживают друг друга. И, конечно, главный язык, на котором происходит межнациональное общение, это язык культуры. В этом году на главной сцене чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Праздник посвятили еще и 70-летию Победы, Победы многонационального народа. Среди героев Советского Союза 161 представитель татарского народа. Кто-то воевал, кто-то дети фронта, кто-то работал в тылу. И, конечно же, для них этот праздник, 70-летию Победы, он особо значим. У восточных людей принято уважать старших по возрасту. А вот сегодня, в день нашего Сабантуя, праздника, мы постарались, чтобы эти чувства были вдвойне, втройне, как бы они были яркие и заметны, особенно для подрастающего поколения. Трудно переоценить вклад татарского народа и в Победу в Великой Отечественной войне, и в послевоенное восстановление. И сегодня тысячи, десятки тысяч представителей татарского народа здесь, на Самарской земле, работают на самых различных предприятиях, создают экономическую мощь нашего города. С утра и до позднего вечера не смолкала музыка в парке Гагарина, вовлекая в действия всех прохожих, независимо от национальности. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова